Сегодня у нас очень, я бы сказал, очень интересная лекция, она самая приятная, потому что мы столько времени уделили с вами и говорили о том, что в мире существует проблема, что есть сложности, что человек оказался в большой беде, очень серьезно поработал дьявол и сатана, которого цель, как сказал однажды Иисус Христос, он пришел, чтобы убить и погубить. Я же пришел, говорит Иисус, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И поэтому для меня очень легко определиться. Я понимаю, что такое убить и погубить, и я понимаю, что такое жизнь, да еще и с избытком. И поэтому, если бы я стал перед дилеммой, если бы я стал перед выбором, что мне выбрать, мне долго бы не пришлось размышлять. Я бы сделал конкретный шаг навстречу, чтобы быть с Иисусом, чтобы иметь жизнь и иметь ее с избытком. И это Бог обещает уже сегодня. Тем более, если мы серьезно задумаемся о том, что наш Бог Творец, Он создал наш мир для жительства. У Него не было мысли, чтобы была смерть на земле, страдания и боль. И этот Бог всемогущий, для Него нет ничего невозможного, но на определенный отрезок времени во всей вселенной Он позволил быть тому, что есть. И позволил лишь по той причине, дабы те, которые Его обвинили, и те, которые слышали это обвинение, чтобы они могли быть сами обвиненные. Время, чтобы позволило раскрыть правду, каков Бог на самом деле. И поэтому нам приходится сегодня быть в этих обстоятельствах. Но, друзья мои, есть лучший мир, есть иная жизнь, жизнь без проблем, жизнь, которая интересна, намного интереснее, чем то, что мы сегодня испытываем. Некоторые люди говорят, если не будет проблем, то и жить неинтересно. Это ошибка. Это мы говорим лишь по той причине, что мы сегодня привыкли, что постоянно нужно бороться. Но можно не бороться, но можно жить в удовольствии. И это жизнь в удовольствии, только с Ним. И настанет день, когда Иисус придет на нашу землю, и Он подарит нам новые возможности, новую жизнь, жизнь, которая будет без конца. И каждый день будет уникальный интерес. Никогда не остановится этот интерес. Потому что, если прекратится интерес, жизнь потеряет смысл и назначение. Бог слишком умный, слишком всезнающий, чтобы остановился интерес. И поэтому Он будет способствовать продолжению интереса осмысленной красивой жизни. Я хочу быть там. Я определился один раз в жизни. Я не хочу прислушиваться того, кто является убийцей от начала. Кто приносит боль и страдания в каждую семью. Кто приносит смерть, страдания. Я не хочу дружить с Ним. И не хочу ни одной идеи Его прислушиваться. Для меня Господь Иисус – это жизнь, это счастье, это смысл. Без Него теряется всякий смысл. Поэтому сегодня уникальная лекция. И она носит название «Дверь в новую жизнь». Дьявол Сатана сделал все возможное, чтобы, друзья мои, для нас с вами показать, что тот мир, в котором мы живем, те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся, то все, что происходит сегодня в нашем мире. Есть великие церкви, конфессии многолюдные, есть меньшие. И каждый как бы определился, что он находится там. У него появились свои друзья, знакомые там, братья и сестры. И кажется, что вот это путь, который мне нравится. Мне здесь друзья, мне приятно общаться здесь. И думает, что в этом весь смысл жизни. Но я сегодня хочу вам сказать, все эти конфессии, все эти церкви, все эти религии мира – это работа дьявола и сатаны. Для того, чтобы люди не знали настоящей правды. И чтобы эта его идея, подал он идею такую, что каждый человек Господу Богу идет своим путем. Тот идет путем мормонов, тот идет путем мусульман, тот идет путем буддизма, тот идет путем католиков, тот православных, тот протестантов и так далее. Это обман. У Бога есть только один путь. У Него есть только одно направление. У Него есть только вечная жизнь по одному критерию. У Него нету так. Этот народ я приму с их мнениями, идеями, философскими и богоступничеством. Эту я тоже, этих приму, этих тоже. Бог хочет принять всех. Но Он начертал один путь, и Он одинаковый для всех людей. И мне очень жаль, если мы в своих сердцах не откроем для себя эту правду. Правду одного пути, одной двери, в которую нужно войти. Давайте в самом начале отправимся вместе со мной в Палестину. И я хочу подарить вам сегодня этот цветок. Красивый цветок, правда? Это вам подарок сегодня из-за того, что нету дождя. Сегодня отправимся вместе в Палестину. И вы видите, что мы попали сразу в Иерусалим. Мечеть, которая носит название Купол Скалы. Ну, а затем давайте отправимся с вами в Галилею, на север Израиля. Мы посетим сегодня в Галилее город под названием Кана. Я думаю, что когда я произнес это слово, у тех, которые читают Новый Завет, сразу есть воспоминания об этом городе. Правда или нет? Скажите мне, пожалуйста, что вы знаете о Кане? Первое чудо совершил Христос где? Кане, вы видите, это Кана Галилейская. Здесь это современный город Кана Галилейская, но он существовал и 2000 лет назад. И здесь, в этом городе, были родственники его матери, Иисуса. Вы видите, здесь, в этом городе, есть уникальный храм, который называется храм первого чуда Господа Иисуса Христа. Первого чуда. Он известен тем, что первое чудо, вы мне напомните, какое чудо первое совершил Иисус? Иисус превратил воду в вино. И многие люди по-разному относятся к этому моменту. Они говорят, что вот он превратил воду в вино, значит, он самогонщик. Раз он это сделал, значит, он такой. Но это ошибка. Вы знаете, люди по-разному читают этот отрывок в Священном Писании, по-разному толкуют. Но я сегодня хочу, чтобы вы обратили внимание на правду. Когда не стало воды, то есть вина, я вам расскажу чуть-чуть эту историю. Мама подошла к Иисусу и говорит, у них не стало вина больше. А Христос говорит, женщина своей матери, женщина, что тебе имя до того? Они хозяева, они распорядители. Пусть они решают этот вопрос. Мама его упрашивала, что он должен помочь. Это ее родственники. И она очень хотела, чтобы он помог. И Христос тогда сказал, чтобы принесли сосуды. И затем в эти сосуды попросил, чтобы черпали воды и наполняли эти сосуды. И когда наполнили эти сосуды, как только все сосуды заполнили, Христос говорит, а теперь отливайте и несите распорядителю пира, пусть отведает и примет решение, можно такое вино пить или нет. И когда принесли распорядителю пира для того, чтобы он ответил, то есть отведал, он когда отведал, тут же приглашает хозяина дома и говорит, что ты наделал? Нормальные люди всегда дают сначала лучшее вино, а потом дают худшее. А ты сделал все наоборот. Ты сначала отдал худшее вино, а сейчас подал мне лучшее. Некоторые люди говорят, это было крепче. Но это алкоголики так говорят. А на самом деле, скажите, если вы проглотили глоток вина или может даже полстакана выпили, я не знаю, может он стакан целый выпил, и вот когда вы выпили, вы можете сразу определить крепость? Наверное, нет. Как же он определил, что оно не такое, как то, и что оно в лучшем, лучшее, там написано оно лучшее. Почему лучшее? По каким критериям? По вкусовым качествам. Правильно или нет? Когда попадает на язык нам что-то, мы сразу определяем вкус и говорим, это лучше, чем то. Именно по вкусовым качествам это вино было лучше, но не крепче. Бог не спаивает никогда людей. И это серьезная библейская истина. Ну, а теперь вместе с вами мы попадем в то место, вы видите, здесь картина, в храме есть картина, где Христос творит это чудо. Я не знаю, так ли это было точно, но, как это художник попытался отобразить, но такая картина имеется сегодня в этом храме. И есть там маленькая комната небольшая, где хранятся вот эти вот сосуды. Конечно, люди те говорят, что это те самые, но, должен сказать, я разочарован, потому что я, видите, похожий на Фому какой-то степени, потому что мне надо пощупать. Эти сосуды действительно, они датируются тем временем. То, что они того времени, то есть примерно около двух тысяч лет до нашей эры, это факт, это доказано, нету проблемы. Но что они те самые, кто это может доказать? Кто это может доказать? Кто видел, что именно эти сосуды были? Нету такого человека на земле. Более того, кто такой был Иисус, когда Он пришел на эту свадьбу? Что о нем знали? Что Он великий? Что Он мессия? Никто ничего не знал. И никому в голову такая мысль не могла прийти, что надо сохранить эти сосуды, как реликвию, для того, чтобы сохранить потом, чтобы люди видели эти сосуды. Никому в голову это не пришло. Это прошли только столетия после развития христианства, как пришла христианам мысль, что надо сохранять некоторые детали, связанные с Христом, с учениками и так далее. Поэтому я не знаю, это теле, сосуды или нет. Вы знаете, давайте теперь отправимся еще в некоторые места Галилеи Северной. Через Галилею протекает река под названием Иордан. Она упадает в озеро Генесарецкое, или это озеро называется еще Галилейское море. Затем у нас море этого вытекает, и затем впадает в Мертвое море. Как я вам уже говорил о том, что в Мертвое море почти не доходит вода, из-за того, что всю ее выбирают жители с одной и с другой стороны реки Иордан. Если исключить ранние и поздние дожди, то Иордан представляет собой не слишком большую реку. Реку, которую всегда можно пройти практически вброд. Вы видите, я с своим коллегой решили пройти вброд через реку Иордан. И хочу сказать, что он не является глубоководным, но берега повыше. Видите, вот здесь берега, вот он берег. То есть здесь еще несколько метров берега с одной стороны и другой высоту. И когда бывают ранние и поздние дожди, конечно, тогда невозможно вброд перейти. Но почему я сегодня заговорил об Иордане? Потому что с Иорданом в Библии связано очень много интересных и важных событий. Библия рассказывает об Иоанне Крестителе. Немного ниже, вниз по течению Иордана, есть селение, то есть от Генесарецкого озера, есть селение, которое называется Вифавара, где исторически считается, что Иоанн совершил крещение Иисуса Христа. Множество паломников сегодня приходят на это место, чтобы креститься там, на этом месте, где крестился когда-то Иисус Христос. Там очень ухоженный берег. Эта территория была католиков до недавнего времени, но сегодня эта территория принадлежит сугубо палестинцам, мусульманам. И нужно отметить, что однако же они отдают это место, когда проводят там крещение, только католики или другие, они позволяют там совершить крещение. Ну а теперь у нас с вами очень важная лекция, лекция, которая должна ответить на важный вопрос. Когда я знаю правду Божью, когда я знаю, чему учит Библия, что мне нужно делать? Каким путем мне пойти? Что мне нужно предпринять, как христианину, для того, чтобы иметь уверенность в своем спасении? Каждый из нас, это я не сомневаюсь, что хочет иметь вечную жизнь и спасение. Каждому из нас уже понятно, что есть вечная погибель и вечная жизнь. И каждый из нас должен иметь абсолютную уверенность, что тот путь, по которому он идет, это абсолютно Божий путь. На протяжении некоторых дней, нескольких дней, я пытался вам показать о проблеме в христианском мире. Я показал вам настолько проблем серьезных, насколько произошло отступление. Я сегодня хочу призвать вас, нужно серьезно подумать о своем спасении. Оставаясь там, где нет полноты истины, мы можем оказаться в большой проблеме. Вы знаете, когда человек навсегда покидает свой дом, уезжает со своего города или уезжает со своей страны, его прощальные слова, когда, вы знаете, есть такая русская поговорка, сядем, присядем на дорожку, да? И вот когда присядут на дорожку, пытаются смотреть глаза в глаза, пытаются говорить самое важное, и что можно сказать в этот момент. И эти слова обычно наполнены особого смысла. Безусловно, именно такими словами были слова Иисуса Христа, которые Он сказал своим ученикам перед вознищением к Отцу Своему, дабы больше не возвращаться на землю, а только второй раз в день пришествия Господа Бога на землю. И именно такими серьезными, полными смыслами значения были эти слова. И сегодня, несколько позже, мы с вами поговорим об этих словах. Что сказал Иисус Своим ученикам? Самое главное, самое важное, самое важное. Но сначала давайте вернемся к Голгофе. И когда ученики стояли у Голгофского креста, не все, но когда они стояли там, вместе с ними стояли некоторые женщины, и матерь Иисуса, все они плакали, они думали, что потеряли своего Господа навсегда. Они были иудеями, хотя они три с половиной года ходили с Иисусом, Иисус пытался научить их новому видению. Он пытался научить их той правде, которую скрывали четыре комментария иудейские. Но они оставались под покрывалом. Они никак не могли разобраться. Они считали, что Он должен был стать царем, избавить иудею от римлян, и что иудея должна была стать центром земли. А ученики по правую, по левую сторону, министрами. И когда они увидели своего Господа на кресте, они поняли, что они глубоко ошиблись. Они были разочарованными. Ни один из них не ожидал такого исхода, их выбора в жизни. Но Христос при жизни говорил им, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». И это было правда. Потому что на Голгофу обратили внимание и верующие, и неверующие. И он сказал, «Я всех привлеку к себе». Иисус воскрес из мертвых. Смерть не смогла удержать его могиле. Его могила сегодня пуста. Друзья мои, в мире, в котором мы живем, существует четыре великих религии мира. Это иудаизм, буддизм, христианство и мусульмане. Различие между христианами и другими религиями заключается в пустой могиле. Различие между любой, каждой религией. Христиане претендуют, что их вождь, их родоначальник веры, он воскрес из мертвых. Друзья мои, религия, которая не имеет пустой могилы, которая не имеет грядущего царя, она не отвечает нужным людей. Она не есть истина. Ибо если нет пустой могилы, если нет грядущего царя, который придет решить все проблемы, обитатели земли, они обречены на вечное забвение. Что произошло с их вождями, то произойдет и с ними. Их могилы по сей день остались здесь, на земле. Сегодня можете поехать в Индию и посмотреть могилу Будды. Можете посмотреть сегодня могилу Магомета. Они остались там. И если нет грядущего царя, если нет царя этого вождя, если Магомет не придет, если Будда не придет, чтобы взять своих и освободить от смерти, от страдания, никакой надежды нет в этой вере. Никакой надежды. Никакого разумного смысла. Друзья мои, именно это имел в виду апостол Павел, когда сказал, «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вы еще о грехах ваших, поэтому и умершие во Христе все погибли». «Если Христос не воскрес, послушайте меня, я никогда бы не был христианином». Какой разумный смысл? Никакого. И это трагедия, если Он не воскрес. Но я сегодня хочу заявить во всеуслышание. Друзья мои, Иисус воскрес из мертвых. И это абсолютная правда. Это хорошо задокументированный факт. Множество людей видело воскресшего Господа Иисуса Христа. Его воскресение – это факт. который невозможно опровергнуть. Новый Завет сообщает, что по меньшей мере одновременно Иисуса воскресшего видело 500 человек. Это хорошее доказательство. Это серьезное доказательство. Они виделись своими глазами. Они могли поздороваться с Ним. Они могли общаться с Ним. Давайте сегодня отодвинем завесу времени и проживем вместе с Иисусом Христом последних несколько часов. прежде чем Он умер на кресте. Когда три измученных тела висело на крестах на Голгофе, Библия описывает факт. Вдруг потемнело небо, засверкали молнии, прогремел гром, земля сотряслась. И в тот момент, когда Иисус Христос воскликнул, совершилась завеса в храме, разодралась сверху донизу. Послушайте, это очень важная истина. Это показывало, что храмовое служение, оно пришло к своему завершению. Что больше не нужна работа священника в храме. Что больше не нужно приносить этих ягнят, для того, чтобы они были агнцами, показывающими, что когда-то придет Мессия, придет Спаситель человечества. Больше не нужно, чтобы священники заходили в святое и святое святых и вносили туда кровь этих агнцев, потому что на земле пролилась кровь Божьего Сына, Спасителя человечества. Мы вчера читали, не может кровь тельцов и козлов спасти и простить грехи. Но Иисус однажды принес Себя в жертву навсегда, сделал возможным спасение всем тем, которые поверят Ему. Друзья мои, Человек-грешник не нуждается больше никогда в священнике с тех пор, как Иисус умер на кресте. Человек-грешник не нуждается в человеке, который был бы посредником между человеком и Богом. Наш посредник и священник сегодня это Господь Иисус Христос, о чем пишет апостол в послании к евреям. В 7 главе и дальше. Он наш первосвященник, Он тот, который ходатай, Он есть умилостивление за грехи наши. Не нужно больше приносить козлов и тельцов для того, чтобы иметь прощение грехов. Христос – наш спаситель и наш посредник. Позднее Пилат удовлетворил просьбу Иосифа из Аримафеи, который в пятницу, в тот же день, ближе к заходу солнца, пришел и попросил, чтобы тот позволил похоронить тело Иисуса Христа. И Евангелие от Матфея дает некоторые интересные детали в события, которые происходили в это время, когда началась суббота. Руководители церкви иудейской, они пошли к Понтию Пилату и стали говорить, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот», так они красиво относились к Иисусу, «обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, «после трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики не украли его и не сказали народу, «Воскрес из мертвых!» Пилат послал римского сотника с его солдатами охранять гроб. Но все солдаты мира никогда не смогли бы удержать его там, в этой гробнице. И утром, первый день недели, Библия говорит, «Сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Иисус воскрес. Сотник со своими воинами не смог удержать могилу, где была поставлена печать римская, которая не должна была, никто не имел право сорвать эту печать и отвалить камень. Ангел отвалил этот камень. Он выше римской империи. И поэтому Иисус вышел из могилы. После своего воскресения Иисус Христос являлся разным людям в разных местах. И апостол Павел написал, «И что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Вы слышите? Во исполнение пророчеств Ветхого Завета это произошло. «И что явился Кифе, потом двенадцать, и потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть до ныне у живых, а некоторые и почили». Павел писал это послание в начале шестидесятых годов. И он говорит, «До ныне большая часть этих людей, которые видели лицом к лицу Иисуса Воскресшего до ныне в живых». Друзья мои, если Иисус Христос не воскрес из мертвых, тогда что заставило учеников, задавленных отчаянием, задавленных сомнением, спрятавшихся за запертыми дверями в горнице Иерусалима и переживающих, чтобы с ними не произошло то, что произошло с Иисусом, вдруг сплотиться и проповедовать смело весть о Воскресшем и грядущем Господе Иисусе. Что заставило тысячи и миллионы мучеников, христиан, мужественно пойти на смерть и не отречься от своего Спасителя. Ответ начертан на могилах в римских катакомбах. Когда я просматривал эти катакомбы, они очень большие, там очень много этих катакомб, их измерили, и более 900 километров под Римом есть катакомб. Это места были, где хоронили рабов, а затем христиане хоронили своих умерших, верующих в Господа. И когда я рассматривал те могилки, на которых остались некоторые надписи на греческом языке, то эти надписи переводятся на русский язык вот этими словами. До свидания. До завтра. До скорой встречи. Мы снова увидимся. И так далее. Христиане, когда умирали, они имели надежду, что это не конец. Они знали, что произойдет воскресение. Друзья мои, Иисус сказал, ибо Я живу, и вы будете жить. Воскресение из мертвых Иисуса Христа стало сердцевинной провозглашаемой ими вести. В день Пятидесятницы Петр и ученики разожгли огонь в Иерусалиме смелой проповедью о воскресшем Господе Иисусе Христе. Глубоко тронутые вдохновенными словами Петра и других учеников, люди тогда спросили их, слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Желаю показать свою веру в Иисуса, Спасителя, воскресшего из мертвых, Библия сообщает, что и так охотно принявшие слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. послушайте. Иисус Христос три с половиной года проповедовал. Три с половиной года! И у Него было двенадцать учеников. У Него было одно время еще семьдесят других учеников, и они разбежались. И осталось только двенадцать учеников. Правда, что уже последние дни еще прибавилось тех, которые поверили Иисусу. Такие, как Мария, такие, как Лазарь и другие, которые верили в Иисуса. И мы знаем, что в день Пятидесятницы их было около сто двадцати человек. Тех, которые поверили. Проповедь на Иерусалимской площади в день Пятидесятницы произвела чудо! Христос сеял семена, которые никак не всходили на протяжении трех с половиной лет. Но теперь воскресение из мертвых Иисуса произвело уникальные события, уникальные изменения в сердцах и понимании людей Иисуса. И они поверили. И от одной проповеди крестилось около трех тысяч человек, которые стали теперь тоже христианами. Итак, что такое крещение? какая весть скрыта в этом акте обряде крещения? Нужно ли вообще человеку креститься? Нужно ли креститься для того, чтобы спастись? Или это какая-то форма ничего не значащая? Должен я креститься маленьким ребенком или взрослым человеком? Каким образом должно происходить это крещение? Какая истина открывается в этом обряде? Позвольте ответить на поставленные вопросы. Крещение это вера в воскресение из мертвых. Крещение это вера в победу над смертью. Крещение это символ свободы от греха. Крещение это вера в возвращение Спасителя на нашу землю как Творца неба и земли как того кто является всемогущим чтобы положить конец бедам злу и греху. Павел апостол Язычников написал Неужели не знаете что все мы крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились? Крещение для ранних христиан было публичной демонстрацией их веры веры в смерть погребения и воскресения Господа Иисуса Христа они публично заявляли что и я христианин я верю в Иисуса и все что об Иисусе я принимаю Его своим спасителем Павел продолжает и так мы погреблись с Ним крещением смерть дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца так и нам ходить в обновленной жизни и далее он говорит ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его то должны быть соединены и подобием воскресения из мертвых друзья мои позвольте задать вам один вопрос в вашей жизни когда-нибудь вам приходила такая мысль если бы у меня была возможность начать все сначала в моей жизни я бы не отказался от такой возможности я бы хотел начать все сначала и если бы я начал все сначала многие вещи я бы делал по-другому скажите вам когда-нибудь приходила такая мысль или то как вы прожили вы считаете что это лучше ну либо вы стесняетесь либо как кто-то выкрикнул что приходилось когда задумываешься о смысле жизни когда делаешь анализ пройденного пути я не верю что все вы праведники что так как вы прожили это самый лучший путь я думаю что есть о чем задуматься и если была бы возможность начать все сначала конечно это было бы замечательно но позвольте вам сказать одну важную истину в крещении Бог предоставляет человеку возможность начать все сначала насколько важно принять крещение крещение это великая истина Библии крещение это великий символ воскрещения Господа Иисуса Христа и рождения человека для новой жизни через крещение Бог принимает человека в свою вселенскую семью крещение в христианской церкви берет свое начало одни Яна Крестителя мы читаем об этом тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане исповедуя грехи своим в те дни когда Иоанн проповедовал Евангелие Вечное в те дни когда Иоанн на Иордане крестил Библия описывает удивительный факт тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него и когда Иоанн увидел идущего к нему Иисуса Дух Святой подсказал Иоанну что это Мессия и тогда Иоанн возгласил вот огнец Божий который берет на себя грех мира и когда Иисус вошел в воду к Иоанну Иоанн удерживал его говоря мне надо накреститься от тебя но Иисус сказал оставь теперь ибо так надвежит нам исполнить всякую правду друзья мои крещение это правда Божья Иисус сказал я пришел исполнить всякую правду Иоанн ты тоже должен исполнить всякую правду крещение это правда Божья далее Библия констатирует факт и крестившись Иисус тотчас вышел из воды и сей отверзли с Ему небеса и увидел Иоанн Духа Божьего который сходил как голубь и не спускался на Него и сей глаз с небес глаголющий сей есть Сын Мой возлюбленный в Котором Мое благоволение так крестился Иисус Христос и конечно же какая истина открывается в крещении что такое крещение древнегреческое слово которое использовали апостолы в описании крещения они не писали слово крещение но они писали слово баптизматос э баптистемен что обозначает окунать в воду погружать под воду это обозначало окунать человека в воду это обозначало покрыть человека водой и поэтому правильный перевод этого слова баптизматос э баптистемен оно переводится погружение в воду крещение это ну крещение слово как его перевести как как его отнести к воде крещение оно связано с крестом быстрее чем с водой крещение мы просто привыкли уже к тому значению которые которые придают люди на протяжении уже нескольких столетий но оно не имеет отношения к крещению к воде библейское слово в оригинале баптизматос переводится погружение в воду то есть и крестившись или баптизматос Иисус тотчас вышел из воды и когда Иисус был погружен в воду и когда Он выходил оттуда вот в этот момент отверзлось небо и Дух Божий снизошел на Иисуса Христа выполнил свою миссию спасения когда Христос уже восходил к Отцу от земли Он дал своим последователям своим ученикам последние поручения давайте будем читать его итак идите научите все народы погружая их в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа учая их соблюдать все что я повелел вам и сея с вами во все дни до скончания века ученики Иисуса Христа его последователи получили это важное повеление от Иисуса Христа учить людей истине Божьей учить людей вере в Иисуса открывать людям правду Божию и крестить их для Царства Божьего возможно вам интересно узнать как крестили людей ученики Иисуса Христа после того как он покинул нашу планету без сомнения они следовали примеру Господа Иисуса Христа без всяких задних мыслей своих новых идей они действовали так как это дело в свое время Иоанн Креститель они точно так же делали вот вам конкретный пример он единственный во время истории первой христианской церкви книга Деяния апостолов описывает как это происходило этот пример об одном как крестили одного министра финансов из Эфиопии должен сказать вам что этот министр финансов пришел по случаю помните сколько есть важных праздников иудеи три и он пришел на один из таких праздников и когда он пришел он читал свиток книги пророка Исаия давайте будем читать он крещение этого министра друзья мои он читал давайте будем читать Филипп подошел к этому человеку должен маленькую предысторию наверное сказать я думал что у меня написаны предыдущие тексты значит когда этот человек искал Божьего пути спасения в это время Бог обратился к Филиппу своему ученику и сказал иди на такую дорогу там есть человек который ищет меня ты должен помочь ему и Библия описывает что Филипп уже на той дороге давайте будем читать Филипп подошел и услышал что он читает книгу пророка Исаия и сказал разумеешь ли что читаешь он сказал как могу разуметь если кто не наставит Филипп отверз уста свои и начал сего писания то есть книги пророка Исаия где он читал благовествовал ему об Иисусе между тем продолжая путь они приехали к воде и явно сказал вот вода что препятствует мне креститься Филипп же сказал ему если веруешь от всего сердца можно он сказал в ответ веруя что Иисус Христос есть Сын Божий и приказал остановить колесницу и сошли оба в воду Филипп и Евнух и крестил его сегодня многие люди проводят крещение и когда они проводят крещение то креститель стоит в стороне креститель стоит в стороне и креститель не мокрый а только мокрый остается тот которого крестят так или нет а как здесь была история сошли оба в воду оба и Филипп крестил Евнуха оба сошли в воду я хочу чтобы вы это заметили крещение когда креститель не находится в воде когда он находится на берегу если он не мокрый как и крещаемый он не совершил этого акта и это очень важно далее Библия сообщает когда же они вышли из воды дух святой сошел на Евнуха а Филиппа восхитил ангел господин и Евнух уже не видел его и он продолжил путь радуясь посмотрите на очень важную ситуацию когда Иисус крестился и когда он вышел из воды Иисус отверзлись ему небеса и что произошло дух святой в виде голубя не шел на Иисуса так или нет я читал вам когда крестился Иисус так было или нет скажите пожалуйста а как произошло когда Филипп крестил Евнуха то же самое или нет то же самое когда же они вышли из воды дух святой сошел послушайте некоторые люди мне говорят о том что для того чтобы дух святой сошел нужно что-то делать иное и что при крещении дух святой никогда не сходит на человека скажите это ложно описано в Библии это правда это правда и я хочу сказать вам это очень важно когда люди выполняют все так как говорит Библия дух святой не сходит на человеком все происходит именно так как и происходило во дне Иисуса и мы видим что ученики делали точно так же как Иоанн делал креститель когда крестил Иисуса отсюда ясно видно что ранняя церковь она проводила крещение через погружение в воду баптизматос и баптистемен они использовали метод погружения человека в воду и в Новом Завете не описывается никакой другой метод обряд крещения как только погружение в воду историки ранней христианской церкви археологические находки свидетельствуют что вплоть до 12-13 веков крещение совершалось только через полное погружение в воду Кумраниты вы видите здесь бассейн которым совершалось крещение когда они стали христианами и там не было воды они соорудили бассейн и этот бассейн имеет глубину где-то метр шестьдесят это говорит о том что для того чтобы крестить человеку нужно было много воды и там достаточно много места для того чтобы не только он один человек поместился но и крещаемый и креститель посмотрите емкость для крещения в городе Ефесе в городе Антиохии емкость для крещения вот здесь вот бассейн в городе Мелите это показывает что если там не было водоемов если не было речки если не было в натуре то есть натуральной воды люди христиане сооружали емкости где можно было набрать много воды для того чтобы произвести библейское крещение такое как происходило с Господом Иисусом друзья мои вы можете видеть бассейн для крещения в Риме кардинал Джеймс Гиббонс писал на равенском соборе в 1311 году было принято решение крещение детей сделать официальным крещением католической церкви а также было утверждено крещение путем крапления Библия предсказывает и он повергая истину на землю действовал и успевал что сказал Иисус о крещении как он назвал крещение когда Иоанн говорит Господи мне надо накреститься от тебя а Иисус что ему сказал нам нужно выполнить что правду правда это истина крещение это истина и посмотрите что сделал малый рок и он повергая правду Божью истину действовал и успевал он извратил истину о крещении малый рок он извратил истину о крещении и предложил вместо погружения в воду брызгать на дитя и все и это крещение какой смысл в этих брызгах друзья мои кардинал Джеймс Гиббонс вы уже знаете кто кардинал на странице 227 книги вера наших отцов которую он написал говорит следующее в течение нескольких веков после установления христианства крещение как правило совершалось полным погружением в воду но начиная с 12 века в католической церкви стала преобладать практика крещения посредством кропления постольку этот метод сопряжен с меньшими неудобствами чем крещение через крещение погружением в воду церковь осуществляет свое право выбора самого удобного способа крещения в соответствии с обстоятельствами времени и места кто определяет что хорошо а что плохо Библия или церковь на основании этого церковь для чего Библия ее нужно выбросить церковь лучше знает что делать и как делать а Бог плохо знает и Он дал это писание для того чтобы просто для фикции чтобы люди думали что у них есть какое-то письмо от Бога но это же обман это обозначает потоптать истину Божью и поэтому церковь осуществляет право выбора как может Божья церковь выбирать когда Иисус продемонстрировал как это делать когда Он показал что это имеет глупочайший смысл и значение как может церковь делать выбор церковь Иисуса она послушна Господу Иисусу и она ничего не отменяет и не меняет что постановил Иисус и что Иисус оставил как пример для своих детей друзья мои это власть маленького рога она изменила закон Божий подменила праздничное время с субботы на воскресенье она изменила также значимость крещения превратив его просто в пустую фиксию для того чтобы этим отметить что ты являешься то ли католиком то ли там приверженцем какой-то церкви и на этом все но никакого смысла она не имеет крещение через погружение в воду имеет следующий смысл когда человека окунают в воду в этот момент это символ смерти и погребения Господа Иисуса когда человека поднимают из воды это символ воскресения Господа Иисуса и вера в жизнь вечную что грешник если и умрет верующий в Иисуса он оживет Иисус воскресит его из мертвых а когда побрызгали водичку какой символ здесь какой смысл я вам расскажу одну историю знаете в Вильнюсе проходила программа когда вот эта программа проходила на программу приходил молодой парень которому 14-15 лет этот парень приходил каждый вечер когда он прослушал вот эту лекцию он был католиком его отец католик и он приходит домой и говорит они жили в частном секторе и он говорит папа а меня неправильно крестили он прослушал лекцию он четко сделал определение меня неправильно крестили отец говорит слушай что ты там ходишь слушать я тебя крестил яйцо курицу не учат поэтому ты крещеный и брось эти мысли все выбрось головы ты крещеный вот нам петух потох иди похорони его говорит парень схватил петуха и мгновение не прошло как он вернулся отец не успел никуда пойти он же вернулся без петуха он говорит а ты что уже похоронил петуха он говорит конечно не может быть это же нужно было копать яму потом его закрыть как ты успел так быстро а ну покажи где ты его похоронил и когда отец приходит с сыном на то место лежит себе на земле петух и просто парень бросил петуха схватил горсть земли и присыпал сверху и побежал надо было объяснять отцу что такое крещение отец все понял закопать петуха или притрусить чуть-чуть землей разница огромная с ним и говорит я тебя оставлю если хочешь почитать книгу и оставил ему новый завет евангелие прошло около месяца и через месяц приходит этот индеец к священнику и когда он вернулся к нему он говорит вот твоя книга пожалуйста крести меня когда услышал священник что нужно крестить он от радости подпрыгнул что не пришлось не убеждать ничего человек прочитал евангелие и понял что нужно креститься и когда священник взял серебряную чашу и стал наливать туда воду индеец смотрел внимательно на это и потом говорит господин я индиец индиец очень большой он никак не поместится в эту чашу священник говорит да вы знаете не имеет значения количество воды я сейчас вас крещу нет нет вы меня не поняли индиец большой а чаша очень маленькая вы же не поместите меня туда священник стал объяснять вы понимаете количество воды не играет роли я сейчас вас побрызгаю и все и вы будете крещены он развернулся и сказал индиец прочитал не ту книгу как можно читать евангелие и вместо крещения погружения в воду брызгать на людей водичку когда вы попадаете в холл храма святого апостола Петра в Риме на мраморных на мраморном полу вы видите написаны вот эти слова понтификс максимус этот титул они унаследовали от римских императоров и они думают что им все позволительно царь царей император над всеми и может решать любые вопросы друзья мои они думают что им все позволительно но это грех господь открыл в своем слове что правильно и что неправильно и поэтому они отвернувшись от истин божьих завели церковь заблуждения послушайте когда в 988 году князь Владимир крестил Киевскую Русь ни одного человека не крестили обрызгиванием всех крестили загнали в Днепр и крестили полным погружением в воду по истине Евангелия они выполняли правду Божью и тогда они крестили ни одного мальчика ни одной девочки а только взрослых людей которые понимали что делают хотя многие вынуждены были применялись применялось насилие но однако крестили только взрослых детей не крестили и крестили полным погружением в воду как написано в Евангелии в то время в 10 веке еще малый рок не изменил не исказил истину о крещении тогда еще это не произошло друзья мои но вы спросите а настолько важно это крещение действительно ли нужно креститься для того чтобы спастись иисус христос сказал одному учителю израильского народа по имени никодим и он сказал ему рожденное от плоти есть плоть а рожденное от духа есть дух не удивляйся тому что сказал я тебе должно вам родиться свыше никодим сказал ему в ответ следующие слова как это может быть а иисус сказал истина истина говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царство божие друзья мои я хочу сказать вам на основании слова божьего если вы не были крещены так как был крещен иисус христос если вы не были крещены как елнух которого филипп крестил если вы не были крещены библейским крещением наполненным смысла вы вообще никогда не крестились как хотите называйте ту процедуру которую делали над вами но это не было библейским баптизматос погружение в воду во имя отца и сына святого духа о чем говорил иисус подумайте над этим христос сказал что в царстве божье не может войти человек если он не рожден от духа и от воды царства божьего нету каков был возраст тех которые принимали крещение в каком возрасте библия говорит тогда иерусалим и вся иудея и вся окрестность иорданская выходили к нему и крестились от него в иордане исповедуя грехи свои вы заметили они шли своими ногами их не приносили они исповедовали грехи свои ребенок этого сделать не может поэтому неправильно крестить малых детей вы можете сказать у меня путаница в голове я что-то не понимаю меня уже крестили младенцем называйте то что с вами сделали как хотите но библия не называет это заключением завета с господом иисус начиная свое служение был лет 30 скажите в этом возрасте человек понимает что он делает конечно иоанн златоуст в 20 лет крестился в 4 веке в 4 веке Григорий Богослов крестился в 24 года Аугустин Блаженный крестился в 31 год взрослые люди которые понимали что они делают и почему я не говорю что нужно не меньше 20 лет но по крайней мере этот парень или девушка они уже должны иметь здравый смысл что они делают и почему они хотят это делать но никогда ни маленького ребенка который ничего не понимает никогда ни маленького ребенка и я хочу сегодня вам заявить детокрещение оно нужно было властям оно нужно было государству государство заметило что верующие люди они очень патриотичны они заметили что верующие люди они очень ответственны обязательны И они хотели иметь этих людей и в армии своей, и в стране своей. И они тогда поговорили с священниками, которые согласились и пошли на сделку. И они исказили истину Слова Божьего для того, чтобы быть в хороших отношениях с властью. А для чего власти это нужно было? Как только рождается, посмотрите на наш мир. Посмотрите сегодня, как это работает. Значит, если ты русский, то ты кто? По вере. Православный. Вы понимаете? Если ты русский, тебя с детства сделали православным. Ты ничего не понимал еще. За тебя кто-то другой решил, что ты должен быть православным. Если ты татарин или араб, то ты кто? Мусульманин. За тебя все решили, когда ты ничего не понимал. Если ты еврей, то ты кто? Иудей. За тебя решили, когда тебе было несколько дней от роду твоего. Где же правда? Где же здравий смысл? Никогда человек не понимает, что он сделал. Что с ним сделали? Он вырос, а ему просто унушают. Ты знаешь, ты католик. Ты знаешь, а ты православный. Ты знаешь, а ты мусульманин. Ты растешь в мусульманской жизни. Ты мусульманин. А где право выбора этого ребенка, когда он вырос? Где его свобода? Его закабалили, когда он ничего не понимал. Поэтому это неверные обычаи. Есть ли указания в Библии, чтобы крестить маленьких детей? Вы такого не найдете. Ну а сейчас я открою вам три важных условия, необходимых для крещения. И если этого не произошло в вашей жизни, вы никогда в жизни не крестились. Называйте, еще раз говорю, как хотите это, но это не было крещение. Первое условие Евангелия от Матфея, 28 глава. Это последнее поручение Господа Иисуса Христа. Читаем. Итак, идите, научите все народы, погружая их в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Итак, первое условие, необходимое для крещения. Человек должен быть научен вере в Бога. Человек должен быть научен правде Божьей. Человек должен быть научен истинам Божьим. Если его не научили ничему, как можно крестить человека, который понятия не имеет о спасении, о Боге, а его крестить, как можно это сделать? Это насилие воли. Это неправильно. Человек должен сделать свой выбор. Человек должен быть научен. Это первое и необходимое условие. Человек должен быть научен истинам Божьим и вере в Бога. Второе условие. Евангелие от Марка 16, 16. Иисус тут же сказал на этой горе Ильонской, когда прощался с учениками. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Друзья мои, на этих встречах я не полагаюсь ни на какую церковь, ни на чье там мнение. Я полагаюсь на то, как только говорит Библия и только Библия. Когда мы с вами пристанем на суд Божий, Божий, скоро я вам расскажу, кто подпоет под этот суд. Я расскажу, что представляет Божий суд. Нас не будут судить по тому, как кто-то понимал, как кто-то комментировал. К нам отношение будет иметь суд на основании Библии и только о Библии. Поэтому я чувствую ответственность перед Богом, прежде чем что-то предложить людям, какой-то шаг сделать. Я должен научить их правде Божьей. Иначе это будет неправильно, это будет бесчестно. А Библия учит. А без веры угодить Богу невозможно. Поэтому Иисус сказал, что нужно веровать. И кто будет веровать и сделает этот шаг, будет крещен, он будет спасен. А без веры угодить Богу невозможно. И когда министр финансов хотел, чтобы Филипп его крестил, Филипп сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Если бы этот казнохранитель Ефиопский сказал, не веруя от всего сердца, как вы думаете, Филипп крестил бы его? Нет. Без веры невозможно крестить. Если вас крестили младенцы, скажите, это нормально? Нет. Это не было крещение. Это было что-то другое. Я должен прежде всем сердцем поверить в Бога, поверить в спасительную миссию Иисуса. Библия говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Итак, второе условие. Я должен уверовать в вечное Евангелие, которое открывает меня Господа и Спасителя моего. Третье условие, необходимое для крещения, записано в книге Деяний, когда апостолы проповедовали на площади Иерусалимского храма. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Вы заметили? Сначала покайтесь, а потом креститесь. Я должен признать, что там, на Голгофе, Иисус не просто умирал, Его распинали, как еще двух человек, одного справа, другого слева, разбойников. Там умирал мой Спаситель. Там Он взял на Себя грехи Мои. Я, Мои грехи, они воздвигли Его на крест, они пригвозили Его ко кресту. Поэтому, Господи, каюсь, грешник я. Невозможно человека крестить, если он не покаялся перед Господом. Скажите, может ли маленький мальчик или девочка покаяться? Да и не в чем. Правда? Он ничего не понимает. Младенец не может этого сделать, и потому нельзя никогда Его крестить. Все конфессии, которые крестят младенцев, они исковеркали Слово Божье. Они отвернулись от Библии. Они отвернулись от Господа Иисуса Христа. Они отвернулись от правды Божьей. И делают то, что никогда невозможно, не имеет никакого смысла, и никогда невозможно делать человеку, верующему Господа Иисуса Христа. Третье условие – это покаяние. Есть ли эти три условия? Три условия. Давайте еще раз посмотрим. Человек должен быть научен, я уже говорил, верил Бога, истинам Божьим. Человек должен, когда научен, сам поверить. Я не могу поверить за вас. Родители не могут поверить за ребенка. И никто не может, муж за жену не может верить. Родители за детей, дети за родителей. Человек, который делает этот шаг, он должен уверовать. И человек должен признать себя грешником. Человек должен покаяться в своих грехах. Друзья мои, на основании этих трех условий, которые изложены в Библии четко и определенно, миллионы людей в мире, в России, Украине, в морях, в реках, в бассейнах купели, погружались в воду и крестились библейским крещением. Это крещение бесплатно. Это дар Божий. Но эта отступившая система Антихриста придумала, чтобы люди платили за это. За обряды берут деньги. А сколько они платили денег за то, чтобы иметь право выполнять эти обряды, интересно? Это безбожество. Христос учил, даром получили, даром давайте. Итак, что такое крещение? Друзья мои, крещение – это завет мира и прощения с Богом. И это бесплатно. Крещение – это заключение договора с Господом Богом о своем спасении. Другими словами, когда я совершаю этот акт, послушайте, это очень уникально, потому что большинство людей никогда в жизни не думали о том, что значит крещение. Крещение – это подписание контракта. Вы в вашей жизни подписывали когда-нибудь какой-либо договор или контракт? Да. И вы знаете, что договор подписывается обоюдно, не только с одной стороны, но и с другой. Правильно или нет? Например, вы устраиваетесь на работу, и вам человек, предприниматель или это, на заводе где-то, он говорит, условия вашего труда. Он говорит, ваша обязанность такая, такая должность, и вот в этой должности что вы должны выполнять. И если вам не нравится это, вы говорите, я с этим не согласен, с этим не согласен. Он говорит, я ничего не поменяю, идите ищите себе работу. А вы думаете себе, и потом говорите, нет, я лучше буду это делать, но я хочу работать здесь. И тогда вы подписываете договор. То есть, вы думаете, что вы делаете. Вы делаете выбор. И если вам не подходит, вы тогда говорите, нет. Если вы не меняете свои условия, я тогда отказываюсь, и я пойду себе искать другую работу. И вы абсолютно правы. Вы свободный человек, вы имеете право. Что такое заключение завета мира и прощения с Богом? То самое. Бог со своей стороны подписал этот договор кровью на кресте. И Он сказал, всякий верующий в Меня спасется. Всякий верующий в Меня будет иметь вечную жизнь. Всякий, кто поверит Моей правде, вечному Евангелию, будет иметь вечную жизнь. Я спасу его. Я умер за него. И чтобы вы имели гарантию этого, я проливаю свою кровь. И своей кровью Он подписал этот договор. И вы знаете, что представляет этот договор? Договор Божий изложен вот в этой книге. Вот здесь условия договора. Это вечное Евангелие. И в этом вечном Евангелии Бог изложил четко все условия, необходимые человеку для спасения. И когда я изучаю эти условия, я делаю выбор, подходит мне или нет. Если мне не подходит, я говорю, Господи, я не согласен, я выбираю смерть. Я не хочу вечной жизни, потому что этот путь, который Ты предлагаешь мне, для меня невозможный. Или я говорю, Господи, если вот этот путь, и это то, что нужно для моей вечной жизни, я соглашаюсь. Господь говорит, подпишись. И как я подписываюсь? Погружение в воду. Это моя подпись. Публичное погружение в воду. Это мое заявление. Я порываю со всеми идеями дьявола. Я не хочу больше его поддерживать в этой жизни. Я не хочу больше иметь с ним никаких отношений. Я хочу иметь отношения только с моим Господом и Спасителем. Я выбираю ныне Господа и отрекаюсь от всех этих дел, которые меня вели в погибель и избираю вечную жизнь. И тогда я крещусь. Вот что такое крещение. И я сегодня хочу сказать вам, если вас не научили правде Божией и даже погрузили в воду, это не решение проблемы. Некоторые люди говорят мне, но ведь крещение второй раз – это неправильно. А вы не крестились первый раз. Вы себе называете то, что произошло, как хотите. А крещение, оно имеет три важных условия. Которые я вам открывал ныне. И если этого не произошло в вашей жизни, с вами что-то делали. Но с кем вы заключали завет? С кем? Вы думаете, что с Богом? У Бога все условия, они изложены вот в этой книге. Вот здесь условия. И если мне не открыли всех условий, значит, дьявол сработал и схитрил, чтобы я подписал договор с ним, но не с Господом Богом. И это проблема. И поэтому пусть добрый Бог поможет каждому из вас серьезно вздуматься. Хотя Библия нам показывает историю, как некоторые христиане, некоторые люди тех времен первого столетия крестились заново. Посмотрите, апостол Павел описывает о городе Ефесе. Павел прибыл в Ефес, и, нашедший некоторых учеников, он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоанново крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. Даже крестившись полным погружением в воду, но не исповедуя полноту истины, не зная полноты истины, Бог не принимает такое заключение завета. Он не заключал с вами завет. Он заключает завет только на основании познания, кто такой Господь, что Он делал для меня. На основании всех условий, которые Он предлагает в Своем письме, в книге Библии. Поэтому сегодня Бог приглашает нас, чтобы мы серьезно могли задуматься о своих отношениях с Господом. Друзья мои, должен сказать вам, крещение – это подписание договора с Богом о вашем личном спасении. И когда меня погружают в воду, это означает, что я умираю для греховной прежней жизни. И когда меня поднимают из воды, это обозначает, что Бог преобразует меня, Бог делает меня новым творением. Я тогда рождаюсь для вечности, для Царства Божьего. И Бог называет меня теперь Своим сыном и Своей дочерью. Это и есть новое рождение, о котором описывает Библия. Это дверь в новую жизнь. Друзья мои, не помогут никакие человеческие традиции, которые не являются библейской истиной, библейской правдой. Сегодня это время каждого человека серьезно задуматься о своих отношениях с Господом Богом. И я призываю вас сегодня принять решение следовать Библии, принять решение следовать за Господом, который один является вашим спасителем, у которого одна дорога, у которого один путь, у которого одна правда. И никогда не может такого быть, чтобы правда была и в этой, и в этой, и в этой, и в другой, третьей, десятой, сотой, тысячной церкви. У Бога есть один путь, одна правда. И вечную жизнь Он дает тем, которые поверили Ему, поверили Его правде и отвернулись от комментариев. Господи Иисус умер за грехи всех людей. Господи Иисус сделал реальным спасение и вечную жизнь каждого человека. Когда человек соединяется через крещение со Христом, Его имя, Библия говорит, Его имя записывается в Книгу Жизни. Я хочу напомнить вам очень важную деталь. Имя человека записывается в Книгу Жизни, тогда, когда он заключает завет мира и прощения с Господом. И если этого не произошло на условиях Библии, как Библия открывает, имя человека нету записано в Книге Жизни, а Библия предсказывает в Книге Апокалипсис. И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в Книге Жизни у Агнца. Я хочу, чтобы мое имя было записано там. Я хочу быть с Иисусом. Я хочу иметь светлую надежду. Я хочу, чтобы мой Спаситель, Он был моим и Господом. Проблема многих христиан заключается в том, что они соглашаются Иисуса иметь своим Спасителем, но они не знают Его, как своего Господа. Господь. Что такое Господь? Есть такое понятие Господин. И вот когда-то были Господа. Сегодня тоже Господа. Сегодня поменялось время. И тоже сегодня мы с вами Господа. Но, друзья мои, когда-то были слуги. И были Господа. И слуга, он должен был постоянно слушаться своего Господина. У него не было, что, а я не хочу так, а я буду делать вот так. Он слушал своего Господина. Если вы хотите иметь спасение, подумайте об Иисусе, как о вашем Господе. Не только как о Спасителе, но как и о Господе. Потому что Иисус сказал, Отец и не судит никого, но весь суд передал кому? Сыну! Поэтому, каковы мои отношения с Ним, с Иисусом, с моим Спасителем и моим Господом? Посмотрите на эти лица счастливых людей, которые крестились. Друзья мои, это новый момент в истории человека. Это момент, когда Господь перечеркивает всю прошлую жизнь, все то злое, нехорошее, все ошибки. И Он никогда больше не уменит человеку эти ошибки. Иисус умер за ваши грехи. И для вас начинается новая жизнь, когда вы выходите из воды. Это момент, как будто вы только родились на этот белый свет. Нет, для Господа вы абсолютно новый человек. Насколько важно принять крещение, Иисус Христос утверждает, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье. Есть ли кто не родится от воды и духа? Друзья мои, на наших программах крестились тысячи людей, которые обрели надежду, которые обрели уверенность в своем спасении, которые открыли для себя правду Божью и последовали этой правде. Если вы прежде никогда не придавали значения крещению, не имели, может быть, возможности последовать за Христом в этом обряде священном, крещение через погружение в воду, как это открывает Библия, для вас звучат те же слова, которые однажды были сказаны Шаулу, который стал известен для нас, христиан, как апостол Павел. А ему было сказано, «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои». Если вы хотите избавиться от грехов, если вы хотите иметь свободу от грехов, Божье прощение, Господь вам предлагает сегодня, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои». Я знаю, что Павел сделал этот шаг. И сегодня Иисус стучит в двери сердца каждого человека. «Мне нравится Спаситель тем, что Он никогда насильно не врывается в жизнь человека. Мне нравится, что Он дает абсолютную свободу каждому человеку. Но говорит, «Дитя мое, следуй за мной». Делай, как это я делал. Я оставил во всем пример. Что изберете сегодня вы? Помните, в Библии не существует малозначащих текстов. Каждый текст Библии – это слово всемогущего Бога. Бога, который дает дыхание, жизнь, здоровье. Бога, который не только создал нас, но который является нашим Спасителем. Библию нельзя частично принимать, а частично отвергать. Бог Библии сегодня ищет Своих детей на планете Земля. Он сегодня стучит у двери сердца. Он хочет сегодня подарить светлое будущее всякому, кто искренне обратится к Нему. Две тысячи лет тому назад на Земле произошла катастрофа. На Голгофе умер Божий Сын. Умер тот, кто является Спасителем человечества. Умер тот, кто является Творцом неба и земли. Умер тот, кто является Владыкой всей Вселенной. И Он пришел в этот мир. Он пришел на эту грешную землю, которая представляет собой во Вселенной. маленькую песчинку. И Он пришел, чтобы подарить вечную жизнь, чтобы открыть новый путь, путь спасения, чтобы открыть возможность и вернуть нас в потерянный рай. Он пришел туда, где смерть врывается в каждый дом, каждую семью. Но Он пришел, чтобы прекратилось это несчастье, чтобы вернуть нас в потерянный рай. И Он сегодня говорит мне и вам, дитя мое, вот путь, по которому идти. Вот дорога, по которой можно вернуться в потерянный рай. И я проложил этот путь. Следуй за мной. Там, на Голгофе, Он пролил кровь ради каждого из нас. И в моей жизни, когда я открыл для себя то, что сделал для меня мой Господь и Спаситель, я принял решение. Я, Господи, возвращаюсь к Тебе. Я хочу быть Твоим детем. Я хочу вечно быть с Тобою. То, что Ты сделал для меня, это меня тронуло. Я не могу больше оставаться самим собой, вот таким, какой я есть. Я хочу, чтобы Ты сделал с меня нового человека, который бы любил Тебя всем сердцем, который бы любил ближнего своего, как самого себя. Пожалуйста, сделай это для меня. И Бог открыл мне этот путь. Что Ты медлишь, Александр? Крестись. И я сделаю. И если Он сделает, то это сто процентов получится. Я хочу попросить, чтобы в зале уключили свет. Если это несложно, включите, пожалуйста, в зале свет. Мы сегодня при уходе раздали Вам маленькие карточки. Вы заметили это? Да? Все получили эти карточки. На этих карточках есть три таких маленьких, ну, как бы, утверждений, что ли, маленьких таких заявлений, на которых написано то, что... У меня тоже есть эта карточка. Я возьму эту карточку. И на этой карточке написано следующее. Вы можете читать или темно вам? Темно? Хорошо. Я буду читать тогда. Я знаю, что... Я верю, что через Библию сам Бог обращается ко мне. Я хотел бы сегодня попросить вас, если это вас не затруднит. С одной стороны, я хочу определить для себя, насколько понятно то, что я вам рассказывал. И если вас это не затруднит, что вы мне такой маленький тест сегодня сдали, я хочу попросить, чтобы вы поставили отметки, что вы думаете о том или ином пункте. Я вам зачитаю эти пункты, то есть эти три заявления, а вы определите, что вы считаете для себя правильным или неправильным. И если вы считаете правильным, поставьте плюс. если вы считаете неправильным, вы поставьте минус. Я все-таки пойду сюда, потому что там тоже недостаточно света. Я прочитаю для вас. Первый пунктик, вот там есть такой квадратик, клеточка, вы там можете поставить либо плюс, либо минус. Я верю, что через Библию сам Бог обращается ко мне. На основании того, что вы слышали на протяжении моих лекций, вы можете поставить здесь отметку то ли плюс, то ли минус. Если у вас нет ручек, если, возможно, у вас нет карточки такой, я хотел бы знать мнение всех вас, то хочу попросить, вы поднимите руку, здесь есть мои помощники, друзья, они дадут вам и ручку, и карточку. Поэтому, если у вас есть ручка, если нет, поднимите руку, вам помогут. И вы мне сделайте этот тест. Итак, еще раз я читаю первое. Я верю, что через Библию сам Бог обращается ко мне. Второй пункт. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. На протяжении этих встреч я об этом конкретно говорил и даже сегодня. Поэтому, что вы думаете об этом? И третий пункт, это важный пункт. Я хотел бы или хотела бы в ближайшее время принять крещение. То, что вы открыли для себя на протяжении этих встреч, особенно последних встреч, то, что вы открыли для себя сегодня, что представляет собой истинное крещение, что вы думаете об этом, насколько это реально в вашей жизни, насколько вы близки к Богу, что бы вы сделали в вашей жизни, если была бы такая возможность. Я буду вам искренне благодарен и хочу сказать вам, Бог Библии, Он любит вас. Бог Библии, Он сделал все возможное, чтобы открыть вам правду Божью, чтобы открыть вам истину. Он хочет подарить вам вечную жизнь, но Он никогда не насилует волю ни одного человека, Он дает абсолютную свободу. И если вы заполнили карточки, вы можете сдать моим друзьям, и они принесут для меня сюда. И я хочу вам сказать, я сегодня буду специальную молитву произносить за каждого человека, который напишет этот тест, чтобы Бог поддержал вашу веру в Господа, и чтобы Он мог открыть вам настолько, насколько Он любит вас. А любовь Его открылась на кресте. Когда вы читаете Библию, самая трагичная ситуация, самая сильная любовь, которая когда-либо была проявлена к человеку, это то, что произошло на Голгофе. Евангелие от Яна, в 3 главе в 16 тексте написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий, это включает меня, это включает каждого из вас. Если вы поверите в Иисуса, если вы примете Его как своего Спасителя, Библия говорит, у вас есть светлое будущее, у вас есть светлая надежда, Иисус вас любит. Библия говорит о вечной жизни и параллельно говорит о вечной погибели. И вы знаете, когда я открыл эту истину для себя, когда я открыл эту правду Божью, тогда наступил пик моих отношений с Господом, и я тогда сказал, «Господи, я избираю жизнь, и если ты хочешь от меня, чтобы я заключил с тобой завет, и если это правильно, если детское крещение это неправильно, я делаю этот шаг, я хочу быть с тобою, я хочу иметь уверенность, что ты меня спас, что там на Голгофе ты умер из-за меня». Пусть добрый Бог сегодня поддержит вашу веру в Бога, Он любит вас, вы Его дети, и я хочу пригласить сюда на сцену, пока вы заполняете свои карточки, и вы сдаваете их моим помощникам, я приглашаю на сцену Аллу, и она будет петь для вас песню. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как часто мы блуждаем, порой не замечаем, что миром правит суета. Порой в любовь играем, грехов не замечаем, а в сердце боль и пустота. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Господь простит любого, Он исцелит больного, наполнит сердце теплотой. его любовь святая живет и побеждает, приносит радость и покой. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Мои дорогие друзья, Библия открывает, что есть один путь только, который ведет к вечности, к жизни, и этот путь открыт стал на Голгофе. Иисус, Он стал нашим спасителем. Выбирая Иисуса, мы выбираем жизнь вечную, но, поворачиваясь к Нему спиной, мы в беде. Сегодня Бог хочет изменить наше будущее, нашу жизнь, но вы придите к Иисусу. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. Приди к Иисусу и скажи, я не могу так дальше жить, я больше не хочу грешить, прости меня. Приди к Иисусу и поверь, что жизнь изменится теперь, и что святая кровь Христа спасет тебя. И что святая кровь Христа спасет тебя. Кровь Христа спасет тебя. Спасибо большое. Кровь Иисуса Христа была пролита, чтобы подарить спасение каждому человеку. Библия говорит о том, что кровь телецов и козлов никак не может подарить нам спасение, никак не может решить нашу проблему, изменить нас, сделать другими. Поэтому Христос однажды, принеся себя самого в жертву, Он со Своей кровью вошел в небесное святилище для того, чтобы очистить всякого уверовавшего в Него. И там Он хочет писать наши имена в книгу жизни. Если мы поверим Ему и скажем Ему Господи, я принимаю Тебя своим спасителем, я отныне хочу быть Твоим учеником, я не только хочу называться христианином, быть таким хочу, чтобы Твое лицо, оно отобразилось во мне, чтобы Твой характер отобразился во мне, чтобы когда Ты придешь, Ты узнал во мне Своего Сына Свою Дочь. Придите к Нему, откройте Ему свое сердце, Он любит вас, Вы самое дорогое, что есть у Него на земле, и Бог хочет подарить вам светлое будущее. Я хочу задать вопрос, все сдали карточки? Если может кто-то не сдал, то поднимите руку, к вам подойдут и принесете сюда карточку. Нету больше рук, я хочу попросить, чтобы принесли эти карточки сюда. Мы сегодня возможно сделаем такое, что никогда я не делал на программе. Может быть это первый раз в жизни я буду делать. Пожалуйста, поставьте вот здесь эти карточки. Я искренне хочу признаться, что я первый раз в жизни вот это делаю, что сейчас. Спасибо вам огромное. Мои дорогие друзья, я сегодня не буду молиться за эти карточки, я буду молиться за живых людей, буду молиться за тех, кто стоят за этими карточками, за каждого из вас, чтобы Бог приблизился в вашу жизнь, чтобы Он особое внимание обратил на вас, как на своего сына или дочь. Мне хочется, чтобы Бог коснулся ваших сердец, чтобы Он открылся вам, как любящий и спасающий Бог. Я хочу пригласить вас сегодня, если вы согласны, чтобы я молился о вас, приглашаю вас в знак уважения подняться к Богу, а я, как Божий служитель, склоню колени и буду молиться о каждом из вас. О, Отец наш небесный, я сердечно благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня подарил нам еще одну встречу. Я Тебя сердечно благодарю за каждого человека, который ныне стоит в этом зале. Все мы дети Твои. И ты знаешь, что произошло в истории, что ввиду того, что грех поработил наших прародителей, мы родились грешниками. И каждый родился на пути своих родителей. Каждый оказался там, где возможно было оказаться в этой жизни. Но спасибо Тебе за то, что Ты есть, что Ты любящий Бог, что Ты ищешь детей своих на этой планете Земля, что Ты ищешь детей своих, чтобы вернуть их в потерянный рай. И сегодня, Господи, Ты позволил, чтобы эта программа проходила в городе Винницы, для того, чтобы мы стали ближе к Тебе, чтобы мы пришли к Тебе, чтобы мы открыли Тебя, любящего Отца, который не перестаешь искать каждого человека, чтобы вернуть его себе, как драгоценное дитя. Господи, и сегодня мы стоим перед Тобой такими, как есть. Никто из нас ничего не смог изменить, мы пришли к Тебе такими, как есть. И мы просим Тебя, Боже, на протяжении этих встреч мы стали открывать для себя уникальную истину, Твою Библию. Мы открыли для себя, что Ты любящий Бог, что Ты нежестокий Бог, и что настолько полюбил нас, что, Господи, Твой Сын пришел в этот мир, и Он взял на Себя нашу вину, наши грехи, и Он заплатил цену, достойную цену, чтобы подарить нам вечную жизнь, чтобы, веруя в Тебя, нашего Спасителя, мы могли вернуться в потерянный рай. И Ты сказал, что верующий в Тебя имеет вечную жизнь. Господи Боже, у Тебя веруем, принимаем Тебя своим Спасителем, и хотим следовать за Тобою. И ныне я благодарю Тебя, Господи, за каждого человека, который стоит перед Тобой, за тех, кто написали эти карточки. Я абсолютно не знаю, что там написано, но Ты знаешь все. Ты знаешь каждого человека по имени, Ты знаешь их сердце. Откройся им, Господи, обними их сегодня как драгоценных сыновей и дочерей, веди их по жизни, Господи, и помоги им, чтобы они не опоздали стать на Твою сторону, когда Ты открыл тот путь, по которому идти. Боже, прошу Тебя, чтобы Ты каждого из них сегодня особо благословил. Благослови их родных, близких. Пожалуйста, Господи, обрети их для Царства Твоего. Ты сказал, если Отец Мой не привлечет, никто не может прийти ко Мне. Отче Небесный, увлеки любовью каждого из нас, чтобы мы не были потеряны для Царства Твоего. И когда придешь в наш мир, помоги быть самыми счастливыми. Поэтому сегодня помоги нам принять решение быть послушными Тебе. Господи, делать все, как Ты делал. Помоги встать на Твою сторону. мы открыли сегодня, что встать на Твою сторону возможно. креститься, заключить завет мира и прощения с Тобою, чтобы наши имена были записаны в Книгу Жизни. Молюсь Тебе, пожалуйста, помоги нам сделать это для своего счастья, чтобы быть с Тобою вечно. И когда придешь, возьми нас в Твое Царствие. Благослови нас сегодня, когда мы уйдем с этого места. Господи, позаботься о транспорте, обо всем, потому что Ты наш Бог, Ты наш Спаситель, Ты наша надежда. Молитва наша к Тебе об этом. Во имя драгоценное для нас, имя Спасителя, Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.